Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня среда, 14 сентября. Вы смотрите новости на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. Во вторник нефтяные котировки отправились на понижение после прогнозов от Международного энергетического агентства, которые намекают на рост запасов сырой нефти в США за неделю. Эта информация сильно разочаровала рынок, после чего фьючерсы на черное золото, опустились в цене. С дневного минимума около уровня в 48 долларов 20 центов нефть марки Brent упала и к окончанию торгового дня находилась на отметке 47 долларов 25 центов за баррель. Рынок сегодня пребывает в ожидании очередной публикации показателя по запасам сырой нефти в США. На прошлой неделе результат превзошел все ожидания. Показатель продемонстрировал впервые за продолжительное время такой ошеломительный результат, так как сократился на 14 млн 513 тис. баррелей, в то время как предыдущее значение выросло на 2 млн 276 тис. баррелей. В этот раз аналитики прогнозируют рост запасов на 4 млн 500 тис. баррелей. Североамериканская нефть также продемонстрировала резкое падение, так как трейдеры всерьез задумались о нависшей угрозе над нефтяным рынком. Так, нефть марки WTI к окончанию торгового дня находилась на отметке 44 доллара 99 центов за баррель. Валютные стратегии прогнозируют дальнейшее падение котировок черного золота, так как на их движение оказывают давление рыночное ожидание. К предстоящей встрече стран-производителей в Алжире участники рынка относятся скептически, так как прошлые заседания не имели успеха. Поэтому вероятнее всего до 26 сентября, то есть до даты встречи стран-экспортеров, цены на нефть будут продолжать снижение. Следите за дальнейшим развитием событий вместе с нами на канале Инстатв. До свидания!